Я отнесусь к этому плохо, потому что я пенсионерка, я плачу регулярно. Зачем мне кто-то? Мы тоже регулярно платим. Долгу у нас нет. А у нас никто даже, кстати говоря, не спрашивает, а так делают. Свет накручивается, на всех поделили, глянули. Никто не спрашивает ни у кого. Каждый должен платить за себя. Но, тем не менее, уже так делают. Вот свет, например, накрутили на весь дом, там какое-то освещение, парадные, все. Ага, сколько есть, на всех поделили и выставили. Будьте любезны, никто ни у кого не спрашивает. У нас вообще есть такие проблемы в доме? Конечно. Есть? Во всех домах. Не болитесь с этим? Да, бесполезно, Бабуц. Смирились и просто выплачиваете, да? А что делать? Долги накопить, а потом, чтобы их все равно выплатить, они все равно выиграют. Вы же понимаете это? Мы же в одной стране с вами живем. Поэтому это бесполезное занятие. То, что начислили, надо вовремя заплатить, что и мы делаем. А потом разбирайтесь. Это только так. А если не заплатить, только накрутят. Это же как белый день. За себя я плачу регулярно. А вообще вот хотят везти, чтобы вот все долги, которые вот не платят, разбрасывались. Кто-то не платит и разбросит. Нет, конечно. А как я с пенсией буду платить? Я получаю пенсию, распределяю на лекарства, на квартплату. А что осталось, то... А вот как вы считаете, в вашем доме вообще есть такие люди, которые не платят коммуналку, и вы за них платите? Я как-то лежала в больнице долго и пришла, не платила. И мне тоже, я переживала так ужасно. Прихожу, а СТСЖ-председатель сказала, что, говорят, не переживайте, тут по 600 тысяч должны. Думаю, боже мой, ну как это так? Первым долгом это за квартплату оставляешь деньги, откладываешь с пенсии. Это не... Я даже не понимаю таких людей.